Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Данил Аршенков, и моя коллега Динара Ревханова. 21 комфортную школу построят в Казалардинской области в течение трех лет. В регионе также возводят около трех десятков медицинских объектов. А еще новый тест – терминал аэропорта «Автовокзал» развивает дорожную инфраструктуру. Об этом президенту рассказали в ходе рабочей поездки в регион. Рисовая долина – так Казалардинскую область прозвали казахстанцы. Здесь посевы риса составляют больше половины всей площади сельхозкультуры. Поэтому, прибыв в Казалардинскую область, первым делом президент отправился в село имени Наги Ильясова. Этот аул является лидером в стране по производству жемчужного зерна и семян. Здесь проживают больше двух тысяч человек, и большинство из них работают на рисовом предприятии. А еще тут как никогда развита инфраструктура. Дороги с асфальтом, фонтаны, улицы, освещенные фонарями, детские площадки, озеленение – питьевая вода поступает в каждый дом. Раньше молодежь уезжала отсюда на заработки в другие регионы. А сейчас, в связи с постоянной работой в селе, сюда приезжают специалисты сельского хозяйства из соседних сел и других районов. За последние годы сюда переехали примерно 20 семей. Секрет успеха прост. Здесь, пожалуй, в лучшей форме проявилась социальная ответственность бизнеса. Руководитель рисового предприятия ежегодно тратит на благоустройство села 100 миллионов тенге. Теперь местный бизнесмен собирается начать газификацию села. Из того, что уже построено, это большой спортивный комплекс, возведенный при поддержке рисового предприятия. Местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Посещая этот комплекс, глава государства пообщался с молодыми спортсменами и проверил качество спортивного инвентаря. А на встрече с жителями региона глава государства призвал в нынешней сложной геополитической ситуации сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана. Также президент подчеркнул, что такие села должны служить примером и для других населенных пунктов. В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Я выделила трактор и комбайн. Я была механиком. В своем послании вы сказали, что трудолюбивый человек, профессионал, должен быть самым уважаемым человеком. Такие граждане развивают нашу страну. Мы должны проявлять уважение к обычному рабочему человеку. Мы искренне благодарим вас за сегодняшнюю встречу с рабочими и фермерами. Казалардинцы также поблагодарили за новое министерство водных ресурсов. Сегодня, когда весь мир испытывает дефицит воды, такое ведомство как никогда кстати, сказали жители. В области на данный момент убрано 80% риса. Урожайность составляет 54 центни раз гектара. Всего планируют собрать 460 тысяч тонн продукции. Это говорит о том, что в этом году ожидают собрать больше риса, чем в прошлом году. Однако из-за обмеления сырдари посевы сократят, но лишь на 9 тысяч гектаров из 89 тысяч возможных. По поручению президента, а также согласно научным исследованиям, мы работаем над уменьшением посевов риса со следующего года до 80 тысяч гектаров. Больше площади посевов уменьшить мы не можем, потому что засоленность земли является особенностью нашей почвы. И есть риск, что земли без риса будут засолены и выброшены из сельскохозяйственного цикла. Президент побывал на рисовом заводе, где в год перерабатывают 35 тысяч тонн риса сырья. Из них, согласно спросу, 50% продукции остается на внутреннем рынке. Остальные 50% уходят на экспорт. Из которого делают популярные во всем мире батончики. Такие мировые компании, как Марс и Нестле, покупают для своих товаров рис в Козеларде. Когда приезжают клиенты из других стран, они не спрашивают какой-то бренд, они спрашивают, нам нужен Козелардинский рис. Вот такие компании, как Нестле, Марс, которые с нами работают, хотя их локация находится в России, и Россия преобладает производством риса, чем Казахстан, но вкус, а также качественные характеристики нашего риса намного выше стоят, чем российский рис. Поэтому они на сегодняшний день предпочитают наш рис, Козелардинский рис. Еще глава государства посетил завод железнобетонных изделий. Проект профинансирован через фонд поддержки предпринимательства ДАМУ. В день здесь производят 200 кубометров железнобетонных изделий. А необходимое сырье для этих изделий добывается в самом регионе. Также президент осмотрел выставку товаропроизводителей строительной отрасли Козелардинской области. В Козеларде также строят новый пассажирский терминал аэропорта Хорхатата. Президенту показали, как он будет выглядеть. Новый терминал сдадут в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час. Терминал будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность. Стоимость проекта составляет 20 миллиардов тенге. Из них 15,7 миллиарда тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 миллиарда тенге. Также в Козеларде в конце этого года будет построен современный автовокзал и ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала. Еще один важный проект для жителей этого региона – это строительство автодороги Козеларда-Жесказган. Аким области доложил президенту о том, что из 216 километров трассы 104 построены. Надо срочно ускоряться. Президенту также сообщили о том, что участок международной трассы «Западная Европа-Западная Китай» от города Козеларды до границы Актюбинской области планируется перевести в первую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году. Косымжимар Тукаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Самолет из Тель-Авива с казахстанцами на борту притемлился в Алматы минувшей ночью. Всего на борту находилось 166 пассажиров, из которых 124 казахстанцы и 42 иностранных гражданина. В этом же числе двое детей младше двух лет. Ради эвакуации наших соотечественников из опасного региона экипаж специального рейса был удвоен. Строго соблюдали все меры безопасности. По словам вернувшихся граждан, ситуация в Израиле обострается день от дня. Местные жители находятся в ужасе. В первый день никто никуда не выходил. Сейчас все сидят в своих домах. Никто не ходит на работу. После начала мобилизации граждан у нас возникла небольшая паника. Звуки самолетов и кораблей вызывали у нас настоящий страх. Несколько государств эвакуируют своих граждан из Израиля. Три польских военных самолета доставили в Варшаву более 250 человек. Вчера два военных самолета Италии вернули в сторону около 200 человек. А венгерские военно-воздушные силы эвакуируют в безопасную зону – 325 человек. Также в Египет были эвакуированы 27 граждан Индии, остававшихся в Ифлиеме. Правительство Болгарии, которое один днем специальным рейсом забрало 92 граждан, отправило второй самолет и привезло на родину еще 87 человек. Корея срочно доставила в Сеул более 200 граждан. В связи с обострением конфликта все международные авиакомпании приостановили рейсы по направлению Тель-Авив. В Израиле уже более 1 тысячи погибших. Еще 2,5 тысячи человек получили ранения. В секторе Газа число жертв превысило 9 из 100. Пострадавших – 4,5 тысячи. Согласно данным мировых СМИ, среди погибших в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке есть и иностранные граждане. В том числе 14 из США, 8 из Франции. Еще 20 числятся пропавшими без вести. Сегодня идет активная борьба с фейками. Причем страдают от этого и сами правоохранительные органы. Большинство случаев распространения ложной информации, поступающей на пульт 102, связано с подростками. В свою очередь юристы уверены, что недолжным образом проводится информирование в организациях образования. В настоящее время увеличилось число тех, кто распространяет фейковую информацию. Особенно среди подростков. По данным полиции, в этом году было зарегистрировано 6 таких фактов. В большинстве случаев подростки звонят на пульт 102 с мобильных телефонов друг друга ради шутки. Однако наказание за это самое настоящее. По мнению юриста Руслана Адиетова, необходимо усилить информационно-пропагандистскую работу. Только так можно будет бороться с распространением дезинформации. Ведь штрафы и наказания не решают проблему, говорит он. Ко мне, как юрист, обращается очень много людей, которые жалуются на то, что в отношении них поступают клевета средств массовой информации. Например, все на государственных органах. Мы принимаем меры подобных исках, взыскиваем моральный ущерб. Психологи утверждают, что дети часто лгут, чтобы избежать наказания взрослых. Следовательно, конечная причина, по которой люди распространяют дезинформацию, также может быть связана с привычкой, сформированной в детстве. Жылдос Кайрат Казатлека был гумарар Фальширту Леген телеканала ТРАУ. При проведении государственного аудита, реализации государственного творческого заказа в рамках проекта «Артспорт» бюджетных средств, выделенных отделами культуры и развития языков, физической культуры и спорта города, районов выявлено нарушений на сумму 426,5 миллиона тенге. В ходе проверки Управления отделов и домов культуры выявлено финансовых нарушений на 6,5 миллионов тенге, неэффективно спланированных средств в размере 317,2 миллиона тенге, неэффективно использованных 102,6 миллиона тенге, а также 147 нарушений процедурного характера. Ревизионной комиссии проведен аудит реализации государственного творческого заказа и расходования бюджетных средств, выделенных на сферу культуры города, районов. Данное мероприятие было включено в перечень ревизионной комиссии на основании рекомендаций счетного комитета в соответствии с направлением Уполномоченного по правам ребенка Республики Казахстан по вопросам максимального охвата детей, занятиями в творческих кружках и спортивных секциях за счет бюджетных средств. Кроме того, творческие кружки размещались в помещениях, несоответствующих требованиям. 62,3 миллиона тенге были израсходованы неэффективно. Установлено, что творческие кружки, открытые на основе государственных творческих заказов, размещены в офисных, сервисных и бизнес-центрах. Аптеках на цокольных этажах, в административном здании коммунального рынка Сарайшик и других. Член ревизионной комиссии Лязат Сатабалдиевна отметила, что даны рекомендации и поручения по повышению эффективности деятельности объектов аудита. Кроме того, в целях возбуждения административных дел за несоблюдение законодательства о государственных закупках в Департамент внутреннего государственного аудита по области направлено 109 материалов. До заседания комиссии на 13 материалов наложен штраф в размере 483 тысяч тенге. Средства поступили в бюджет. Ахмарал Бесимбаева, телеканал АТРАУ. Кульсары входит в число 27 моногородов страны, попавших в список по их развитию. Сегодня в административном центре жилойского района проводятся работы по благоустройству жилых домов, прокладке тротуаров и установке электросберегающих фонарей. При этом количество строительных объектов с каждым днем только увеличивается. 20-го года назад Кульсары получил статус города, и все это время экономика развивалась на умеренном уровне. Еще 10 лет назад главными проблемами местных жителей были изношены системы отопления, нехватка питьевой воды и подвалы, заполненные канализационными стоками. Сейчас ситуация значительно улучшилась. Сейчас наш город выглядит лучше, чем раньше. Были дни, когда из-за отсутствия дорог мы буквально тонули в грязи. Сейчас дела обстоят лучше, все делается по порядку. Акимат проводит хорошую работу, теперь мы сами должны содержать все в чистоте. Жилой – один из крупнейших инвестиционных промышленных районов области. К тому же занимает лидирующие позиции в сфере животноводства и предпринимательства. Все старые здания, нарушающие архитектуру новоли города, уходят под снос, и на их месте возойдутся новые социальные объекты. В ближайшее время начнется строительство новых парков и детских площадок. По проекту строится 32 километра бешеходной дорожек. На 41-й улице начаты работы по укладке брусчатки. Благоустройство дворов включает в себе установку освещения детских площадок и замену бордюров. В районе в рамках государственной программы развития регионов будет утвержден план работ на ближайшие пять лет. В руководстве уверены, что государственная поддержка будет способствовать ускорению безработицы и улучшению благосостояния городского населения. Сирик Жизимбайл, Артур Бутпанов, Телеканал ТРАУ. Это все новости к этому часу. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова